Время русского мира 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 с постоянной труппой и полноценным репертуаром. В таких коллективах работают актеры-любители, у которых есть и другая профессия, но их самодеятельность достигла высокого уровня, достойного этого звания. Они нужны, нужны для жизни. У нас тоже в то время проходили, это назывались, фестивали самодеятельного искусства. И принимали участие многие коллективы из Москвы, из других городов. Это все было. И потом забылось. И то, что я повторю, сегодня институт выступил с этой инициативой. Это прекрасно. Во-первых, это общение. Общение друг с другом. Новые знакомства. И круглые столы, которые здесь запланированы, это новый творческий импульс. Среди участников фестиваля – Народный театр имени Николая Островского из города Иловайска Донецкой Народной Республики. Творческий коллектив с богатой театральной историей привез спектакль «Бабий бунт» по мотивам донских рассказов Михаила Шолохова. Эта постановка им очень дорога, ведь премьера спектакля состоялась в 2013 году с участием старейшин, которых уже нет в живых. Я 50 лет в Народном театре, поэтому, так сказать, в нашей жизни было много фестивалей, и все эмоции разные. Но вот это единственный фестиваль, который эмоции через слезы. Ну, чем дорог мне этот спектакль? У меня мама кубанская казачка, я родилась в Стаганургии, в принципе, у нас у всех российская кровь, поэтому вот он очень нам дорог, близок, поэтому мы играем там с душой, с любовью, поэтому мы очень рады и очень гордимся тем, что мы попали сюда, в столицу нашей новой большой родины. Спектакль «Бабий бунт» будут привлечены студенты театрально-режиссерского факультета МГИКа из-за нехватки исполнителей мужских ролей. Они участвуют в специальной военной операции. Ну, на сегодняшний день спектакль «Жив», мы его очень любим, потому что он музыкальный, с юмором, рассказывает о семейных традициях, о взаимоотношениях мужчин и женщин. Он народный, значит, он ближе к народу, там шикарная музыка Птичкина, поэтому нам очень нравилось. Мы вообще любим такие большие массовые постановки. У нас в первом спектакле, в котором мы играли, было до 28 человек. Я еще играл в 1966-м, у нас была постановка «Белоснежка и семь гномов». Вот когда-то я играл гнома. А теперь, вот мне 70 лет, я теперь играю атамана и председателя колхоза, и которых женщин держу кнутом. Конечно, в жизни так не получается, всегда женщины побеждают. А вот я рад, что этот спектакль мы играем. Я хоть в спектакле с женщинами по командой. Открылся фестиваль постановкой «Мастер и Маргарита», которую Никита Высоцкий поставил вместе со студентами. Вниманию зрителей были представлены фрагменты спектакля, которые, по словам режиссера, иллюстрируют поиски входа в закрытое пространство и превращение его в открытое. В программе фестиваля спектакль в самых разных жанрах – драматические, оперные, балетные, кукольные и другие. Это классические постановки по произведениям Пушкина, Достоевского и пьесы современных драматургов. Григория Остра, Ясмина Реза и Анастасии Букреевой. Альбика Ильясова специально для телерадиокомпании «Русский мир». Фестиваль «Московская масленица» прошел с блинами, песнями, танцами и мастер-классами в разных уголках столицы. Каким старорусским забавам учили во время масленичных гуляний в парке Горького, расскажет моя коллега Татьяна Орлова. Масленица – древний славянский праздник проводов зимы и встречи весны. Традиционно он длился неделю перед Великим постом. Парк Горького на несколько дней превратился в настоящий чудо-остров. Повсюду возвышались расписные терема, окруженные елками, солнечными набалдашниками, а озорные голоса артистов приглашали под разноцветные ленты принять участие в зажигательном хороводе. Праздничные концерты не обошлись без участия студентов из Московского государственного института культуры, фолк-групп и казачьих ансамблей, в том числе вокально-хореографического ансамбля «Борода-фолк». Сегодня на фестивале Масленицы мы подготовили часовую программу, в которой входили песни весенние, песни масленичные, да и просто народные песни, которые знает весь народ. Мы специально подготовили программу, которая, собственно говоря, была бы знакома народу, чтобы могли именно вместе танцевать, именно плясать. Тех, кому надоело танцевать, ждал мастер-класс по кузнечному делу от профессионалов из Союза кузнецов России. Ведь в Москву со всех уголков нашей страны приехали умельцы и вместе выковали праздничное настроение. Повелители огня виртуозно разжигали горный, чтобы нагреть металл и придать ему красивые формы и узоры. Желающие могли попробовать выковать гвоздь или маленькую подковку. За меня это все – и творчество, и жизнь, и работа. В течение всего фестиваля в парке Горького проводились силовые игры и состязания для взрослых и детей. Участники отжимались, приседали, в том числе, с бревном на плече, махали гирями, переносили мешки и тюки сена, прыгали на скакалки, а также играли в городки и перетягивали кана. Посетители узнали о масленичных традициях и символах, получили заряд бодрости, хорошего настроения, а еще заглянули в видеомастерскую, чтобы поздравить с Днем Защитника Отечества военнослужащих и отправить им подарок. Татьяна Орлова специально для телеканала «Русский мир». Земля черных роз и 8 комнат ключи Есенина. Сразу две киноленты телерадиокомпании «Русский мир» вышли в российский прокат. О чем повествует документальный и игровой фильм, расскажет моя коллега Алевтина Сорокина. Документальный фильм «Земля черных роз» сделает вас свидетелем поездки оператора телерадиокомпании «Русский мир» в Донецкую область с гуманитарной помощью, собранной жителями городов Серпухова и Сергиева Посада. Когда я увидел изделия мастерские, изготовленные из остатков снарядов, гильз, изделия в виде розочек разных, красивые очень изделия, железные такие розы, черные розы, я подумал, что, наверное, именно такое название должно быть у этого фильма. У этого фильма о городе, о городе миллионов роз, о Донецке. Выбег себе оператора те, кто каждый день делал все возможное, чтобы жить и встречать новое утро с надеждой и верой, верой в Бога. И в то, что в скором времени здесь больше не будет цветов, сделанных из гильз, а как раньше, зацветут живые розы. Очень много гуманитарной помощи идет из России на Донбасс, Луганскую республику, в Донецкую народную республику. Эта помощь распределяется непосредственно из рук в руки, то есть в руки тем, кто нуждается, кто по-настоящему нуждается. «Восемь комнат. Ключи Есенина» — это игровой телевизионный фильм-притча, созданный российской киностудией «Сова-ФМ» и телерадиокомпанией «Русский мир» при содействии Московского государственного музея Сергея Есенина и фонда «Русский мир». Он включен в госпрограмму «Пушкинская карта» и пользуется высоким спросом в интернете, а также среди зрителей во фланге на театрах. Несет просветительский и патриотический характер. Благодаря погружению в жизнь и творчество поэта способствует формированию интереса к изучению русской культуры. Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в мир поэтических образов Сергея Есенина, его глубоких противоречий и духовных поисков. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране-городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания.